Грязь Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня я хочу говорить с вами о грязи. Не о духовной грязи, в первую очередь, а о грязи бытовой. И это вроде бы не христианская тема, не особо духовная, но тем не менее. Когда сходит снег, мы выходим на зазеленевшие аллеи парков, входим к озерам. Мы обнаруживаем после зимы огромное количество грязи. Там, где мы ходили зимой, что-то ели, пили и бросали это под ноги. Если ехать на поезде в любую сторону по нашей необъятной и довольно красивой родине, то вдоль насыпей железнодорожных мы видим огромные кучи различной грязи. Нужно сказать, что современная цивилизация – это цивилизация заведущих глаз, загребущих рук и вечно жующих челюстей. И вот представляется мне так, что все, что жуют эти челюсти, руки, после этого пакеты различные, фантики, все как будто специально выбрасывают это все там, где ходит человек. Чуть ли не из окон, проезжающие автомобили часто вываливаются, самый разный мусор. И мы довольно грязно живем, братья и сестры, довольно грязно живем. Это с верой вроде бы никак не связано, хотя трудно представить себе верующего человека, который вокруг себя непрестанно мусорит, я уж прошу прощения за грубое слово, гадит. Но портрет наш таков, потому что у нас довольно грязно. В наших городах, селах, улицах, иногда в квартирах. И все это заставляет нас кое-чему задуматься. К примеру, в одной из древних книг написано, что Господь Бог для того и сотворил человека в одном лице одного Адама, для того, чтобы каждый отдельный один человек ощущал на своих плечах ответственность за весь сотворенный мир. И плохо, действительно плохо заражать, отравлять воздух, водоемы, обижать птиц и животных, ломать ветки. Это все можно назвать сегодня заповедь для современного человека. «Не ходи по клумбам, не ломай деревья, после выпивания бутылки пива не бросай там, где ты ее выпил». Это какие-то заповеди для нового одичавшего человека, об этом стоит говорить. Но, переходя дальше к теме вообще грязи другой, можно найти новые такие некоторые вещи, вернее, более глубокие. Мы, например, кроме того, что мы грязно живем, еще грязно говорим. Прислушившись к нашей речи, можно со скорбью заключить, что чистота, стилистическая и лексическая чистота нашей речи, речи – это очень относительная чистота. Это как та вода в Днепре, которую черпнешь, на химический анализ отнесешь и перепугаешься. То есть пить ее так, как раньше пили, зачерпнув прямо из лодки, скажем так, свесившись, из ладошки выпить нельзя. Нельзя пить воду так из наших рек, как ее пили еще лет 50, наверное, или 100 уж точно назад. Ну, примерно так же мы грязно выражаемся. Не так, как говорили, наверное, люди, надеюсь, они говорили чище. Может быть, проще, может быть, меньше было понятий в языке, может, лексика была поуже. Наверняка говорили смачно, красиво, выпукло и чисто. Сегодня бывает такое, услышишь от молодых людей, там, не знаю, у кого возраста, но явно меньше 18-ти, причем смешанные такие компании, там, где девушки и парни, что те, что те, совершенно одинаково. Говорят такие совершенно невместимые для слуха вещи, очень неприятные для взрослого человека, которые, наверное, дают человеку-молодому возможность подумать о себе, что он уже взрослый. Хотя на самом деле зубы у него после того растут плохо. И, как говорили в древности, у матершинника на устах незримо запекается кровь. Его, как бы, видно ангелам, и за него ангелы и Божья Матери не молятся. Так или иначе, язык наш довольно скуден и грязен, даже если мы не выражаемся матом. Не хватает слов у людей. Оттенки мыслей и чувств не передаются с некой такой точностью и сочностью, что заставляет задуматься, есть ли эти оттенки чувств. Но если думать дальше об этом всем, то приходишь к следующей мысли. Мы грязно мыслим. Вот здесь, собственно, настоящие резервуары грязи. И кто бы придумал такие, не знаю, станции аэрации для очищения всей этой невместимой гадости, которая бродит в человеческой голове. Вот, оказывается, где источник всего остального. Мы потому наверняка грязно говорим и грязно живем, что мы грязно мыслим. Мысль, братья и сестры, в человеке – это самое главное на самом деле. Есть такая иллюзия, дескать, главное – дела. А что я думаю – это не важно. Это очень обманчивая иллюзия. Недаром в молитвах Иоанна Златоустова, которые он произносил там каждый час дня и ночи, в молитвеннике вы можете найти их. Они помещены в части вечерних молитв, молитвы Златоуста, на каждый день, дня и ночи. Есть такая молитва – дождь, ми, мысль, благу. По-настоящему все доброе начинается с мысли. Поскольку человек – это смысловое существо, умное существо, он инстинктивных добрых дел или не может делать, или, делая, не имеют они цены у него. То есть он человек – существо такое, которое должно осмысленно действовать в мире. И доброе, настоящее, твёрдое доброе, то доброе, которое не разрушишь и не сваляешь, рождается из твёрдого и ясного намерения, мысленного намерения. Посему Златоуст очень правильно говорил дашьми мысль, благу. Пришедшая в сознание мысль, как звёздочка, будет сиять в человеке и заставит его, просто принудит его впоследствии реализовать эту мысль через добрые дела. Так, будет стать добрым волшебником. Человек, который добрую мысль превращает в доброе дело, это человек, который невидимое доброе делает видимым. Это факир, если угодно, это волшебник, чудотворец. Впрочем, это касается также и зла. Стоит невнимательно отнестись к мыслям злым. Подумывая, ну, дескать, мало ли что я думаю, главное, что я этого не делаю. Как последствия ты найдёшь страшную закономерность. Мысли превратятся в тиранов, завладеют внутренним миром и потащат тебя, буквально потащат, как вола на убой, потащат человека на то зло, которое реализуется из этих недобрых мыслей. И вот здесь, дорогие христиане, собственно, и есть поле деятельности. Очищение нашей мысленной сферы. Здесь можно много использовать. Можно, безусловно, и знать поменьше, поменьше вникать в то, что тебя не касается. Сказал некто из мудрых, что много мира было бы в нашей душе, если бы мы не вникали в вопросы, которые до нас прямо не касаются. Сегодняшнее всезнайство, особенно газетная информация, многочисленные сведения, втекающие в наше сознание, они лишают нас мира и дают нам иллюзию знаний. На самом деле мы как не знали ничего толком, так ничего и не знаем, только-только суетимся и кипятимся. Поменьше знать того, что тебя не касается. Вот прекрасный, скажем, путь к тому, чтобы обрести какие-то капельки мира в душе, бороться с мыслями, не принимать их в голову, учиться этому. Довольно серьезное искусство и так далее. Очищать свой разум, насаждать на поле своего разума добрые семена, которыми являются хорошие книги. И первая книга из хороших книгокниг – это, конечно, Святой Евангелие. Вот такая триединая проблема, начиная с мысли, потом через слова, потом и через наши повседневные дела. Безусловно, есть чистые страны, такие чистенькие, припудренные страны, таких стран из Западной Европы. Чем выше на север Западной Европы, тем становится чище. Как-то нормандская раса, кто умеет так все выкрасить, вылизать, вычистить. Это не значит, что не в голове чисто. Отнюдь не значит. Можно жить аккуратно снаружи и совершенно грязно внутри. Человек и на это способен. Но, с другой стороны, нельзя действительно загаживать и портить. Все вокруг, абсолютно ничего не жалея. Сказано же, например, о бесах. Так, что они ничего не творили, поэтому им ничего не жалко. То есть нельзя быть человеком, который не жалеет чужого труда, не ценит красоту и вообще наплевать им на все в буквальном и в переносном смысле слова. Итак, задача наша – очищаться и очищать. Очищать окружающий мир, ибо мы в ответственности за тот кусочек земли, на котором Бог нас поселил. Очищать свою речь, поскольку мы словесные существа, и нам нельзя пускать грязь с наших уст, поскольку слова наши слышны на небе. И нельзя грязно мыслить. Это самая тяжелая, но самая важная задача. Ну что ж, борцы за чистоту. Доброй ночи. Ангелы-хранители. Дай нам Божьей помощи. Исправляться. Продолжение следует...